Друзья, всем привет! Сегодня будет интересное видео о царь колоде. Несколько лет назад мы задумались заиметь колоду на пасеку или борть, что-то такое, чтобы показывать, с чего начиналось пчеловодство на Руси нашим гостям. Попытался я ее найти в округе, в ближайших городах, заказать. Не получилось в Башкирии, там делают, например, в деревнях, далеко от районных центров, транспортные компании не доезжают. И нашел в итоге Подмосковье, почти в Москве самой, производителя. Заказал у Александра Мозель. У него есть одноименный канал, ссылка будет в описании под видео, можете зайти посмотреть. Сейчас я буду ее собирать, а вы будете смотреть, а в конце подробно мы ее еще всю покажем. Катерина Анатольевна, что вы делаете сейчас? Я делаю крышу, декорацию для колоды. Наши телезрители уже догадались, что это крыша колоды. Я очень рада. Сейчас я еще покажу вот такую замечательную скамеечку. Мы еще ее не покрывали, не красили. Пасека Романов. Вот здесь вот такая лапа. Это Александр наш друг сделал. Так, хотели мы простенькую колоду для начала, а оказалось, получили эпическую колоду, просто царь колоду. Она будет четырехкорпусная, как многокорпусные улей. Начну собирать. Вот здесь я приготовил основание. Выровнял дерн, положил плитку, чтобы равномерно давление было. Вот такая платформа, на ней будет стоять колода. Почему такое возвышение, сейчас поймете. Значит, основание металлическое. А на таком возвышении, потому что нижний этаж имеет вот такой вот люк. То есть можно будет всегда открыть и какой-то внутри ульевой мусор выбросить, там весной, например, подмор пчел. Ну и просто заглянуть, посмотреть снизу, как строят пчелы. Ну быстро, это можно быстрее сделать. Вот такой лючок, как в танке. Сейчас начнем собирать. Лидком я ставлю на восток, нужно на юг, но... А, хочу, чтобы, потому что она была лицом к веранде немножко. Иначе будет она как будто избушка к лесу лицом. В общем, на восток, я думаю, тоже будет нормально. Так, теперь нужно проверить, чтобы люк нормально открывался. Чтобы я поставил ее ровно. Так, люк открывается. За металлическое основание не задевает. По уровню отлично. Так, теперь нужно... В каждом корпусе леток есть. В каждом корпусе еще есть отверстие для таких продольных палочек, чтобы проще было пчелам крепить соты. И есть такой пропил через все четыре корпуса. И нумерация корпуса, нижний и четвертый. Раз, два, три, четыре римскими цифрами. Сейчас постепенно все это покажу. Да, все подробно здесь подписано. Нумерация есть. Вот номер четыре. Так, я поскольку начинающий портевик. Вот эти штуки называются крестовины. Они сквозь корпус проходят. Ну, через колоду. А сверху вот эти планочки. Верхние-то называются линейки. А вот эти как называются, я не знаю. Но, по идее, они служат для того, чтобы прикрепляли соты. И когда мы вдруг срезаем, ну, как в японском муле, если мы срезали, например, четвертый корпус сверху с колоды, чтобы соты все не упали вниз. То есть они в каждом корпусе будут цепляться за эти деревяшечки, палочки, и будут крепче держаться. И не сказал вам сразу еще интересную информацию, сколько диаметр колоды. Наружний 60. В некотором сечении 65 даже. Внутренний 45. Ну, и так тоже, да, 45 внутренний. Это не считается золотым сечением для колод, как я понял. Это большой размер. Но для этого она как бы и стоит из частей. Мы можем маневрировать. Например, заселить на две, а потом, как многокорпусных олях, добавить третью часть колоды и четвертую. Вниз тяжело будет расширять, поднимать тяжело. Вот вверх, конечно, легче будет. Это можно будет вдвоем, например, сделать. Подойти, поднять, подставить. Так, сейчас несу третий корпус. Третий корпус. Выравниваю по литку. И по этому пропилу, который идет через все четыре корпуса, чтобы идеально ровно стыковалось все. Так, верхние планки я вставил. Сейчас линеечки, ой, крестовинки цифрой 3 берем. Так, посмотрите, как это уже выглядит. Вот так вот. Здесь стыкуется внутренний диаметр. А здесь почему-то это заезжает. Ну, я думаю, это не критично. Тут у меня все ровно. Так, пошел за вторым корпусом. Здесь птичка отметила. Птичка нагадила к деньгам на колоду. Так, что у нас по уровню? Ровненько. И так ровненько. Может, потом, конечно, подсядет земля. Так, а сейчас покажу интересно по поводу верхнего корпуса. Там на самом деле произведение искусства. Вот Александр что сделал? Здесь вот такие линеечки ставятся сверху. Обычно на обычной колоде среднего размера, где диаметр, наверное, 37 считается удобным. Там, по-моему, 5-6 линеек встает. Здесь же встало от 0 до 10. Это даже 11 получится. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 линеек. То есть, между этими деревяшками можно зажать листочек вощины, чтобы пчелы легче начали свою работу. И как я еще думаю, чтобы, если селить рой, ну, рой можно приманивать, конечно, там, апероем намазать, там, воском. Но можно приманивать и год, и два, зайдет ли он. В улито заходят раи, а в колоду это еще можно подождать придется. Ну, мне кажется, проще селить рой, когда ты знаешь, там, вес его, матку знаешь. Сюда я бы селил огромный бы рой, селил килограмма 4, не меньше. Я бы еще сделал обязательно кусочек, например, трутневого расплода запечатанного или пчелиного, чтобы рой не слетел. А вообще, сейчас вот самое интересное, что вам покажу, что Александр так здорово рассчитал здесь диаметр. Я об этом не просил, это он сам сделал. Вы смотрите, сюда входит отличная рамка. И, по-моему, 4 штуки вот так можно ставить. Это одна, вот стала вторая. Здесь вот, да, да, 4 штуки. А пардон, нет, здесь не идет. Значит, раз, два точно, наверное, две все-таки. Да, у меня только две проходят. Хотя, здесь такое ощущение, как будто плоскость сделала на 4 рамки. Но, видимо, тут надо подработать, чтобы заходила. У меня здесь не заходит моя рамочка. У меня все по стандарту. Но, тем не менее, смотрите, две рамки встают. И, как раз, корпус где-то сантиметра на 3 длинше, чем моя рамка. Это 230 миллиметров. Ну, тут на глаз сантиметра 3. То есть, тоже какой плюс. Можно заселить рой. Ну, как с пакетом, да, как с рамками. Две рамки печатного, например, взять на выходе классную матку этого года. Или рой подсилить, например. Но надо подсилить сразу в первый и второй день, пока они тут не начали языки строить. Даже буквально это надо сразу делать. Поставить рамку, например, с расплодом. Но, опять же, если огромный рой, то она просто не нужна. Есть другой вопрос, что можно поставить пару рамок таких, например, у меня есть, где вырезана сушь, и пчелы могут по ним построить. И можно потом сверху просто осенью доставать мед прям в рамки, бортьевой. Ну, это так, мысли на будущее. Так, сейчас я вставляю линеечки обратно. Вот тут все пронумеровано. И гвоздики без шляпок вставлены, чтобы удобно вставлять. Вообще, все сделано так, как говорится, чтобы любой человек мог разобраться. Все удобно. Транспортировка тоже мне понравилась, как сделано было. Колода была закреплена, все в одном месте, на поддоне. Скажу, на удивление, это 100 килограмм где-то был вес. И с Москвы всего получилось 3000 китом транспортной компании. Я думал, будет дороже. Так, сейчас ставим последний корпус. Вообще, вот эти корпуса, поскольку это, я забыл сказать, липа, дерево, липа, сухое, одному нормально поднимать терпимо. Так, выравниваю. Последние крестовинки верхние. Так, надо уже идти линейку, ой, стул брать. Мне уже тут неудобно поправить. Так, ну уже вся эпичность сооружения просматривается с крышей. С мой рост постамент такой, больше двух метров. Так, накрывается все это. В комплекте даже идут холстики и такой вот этот ватин, или как он называется, утеплитель, чтобы щели все прикрыть. И вот такие вот заглушки и налитки. Их три штуки, потому что один всегда должен быть открыт. Ну, поскольку рой, как я понимаю, заселяется, всегда надо, чтобы был открыт верхний. А потом, по мере того, как он увеличивается, открываются другие. Верхнее дно, или называется он наголовок, это цельное, из цельного выпилена. Сейчас покажу. Вот он, где-то высотой сантиметров 10-12. Цельный такой набалдажник верхний. И сверху жестяная крыша, мы ее покрасили оранжевым. Сейчас вот декорацию делаем. Это как мочало называется, да? Да, выковое мочало. Выковое мочало. Вот сейчас мы один, ну я вообще-то могу и один попробовать поставить. Сейчас закончим, будем пробовать. Так, ну, насчет утеплителя. Не знаю, можно сразу сделать. Я пируем помазать. Вдруг какую рой зайдет. Но мне бы хотелось самому все-таки ее заселять. Поставил на возвышение камеру холстик. Я сейчас возьму свой холстик пропалисованный, на всякий случай. Вдруг рой залетит. Вот такой вот. Конечно, он с дырками. Я сейчас сверху тогда положу еще этот зеленый тоже. Так, как раз перекрылось все сечение. Чтобы если вдруг кто-то залетит, у нас все будет готово. Только можем потом убрать, например, нижний корпус или два нижних. Еще вопрос по месту расположения, конечно, колоды. Чтобы зимой не засыпало и ветер господствующий будет со спины дуть здесь. Ну и здесь снег бывает вот такой, такой. Но я просто могу зимой следить, чтобы не засыпало сильно отгребать. Ставить ее где-то в затяжке сзади не хотелось. То есть хочется, чтобы как бы на виду было тоже тут. Поэтому здесь ставились, поставили. Ну это не то, что я как понял, не то, что как утеплитель. В дикой природе никаких утеплителей нет. Я как понимаю, это чтобы не было никаких сквозняков, чтобы все щели придавились. Ну, раз так производитель делает, то мы тоже постелим. Пока Катерина Анатольевна заканчивает декорацию крыши, я скажу, сделал объявление, вернее запрос для зрителей моих из ближайшей области, с новосибирской соседей. Я ищу улей лежак на 24 рамки. Ну, скорее всего, размер будет додановский. В качестве экспоната нужен. Пускай там старый какой-то там, лишь бы был целый. Мы его покрасим, сделаем красивым. Если у кого-то есть, напишите в комментарии или мои контакты найдете во вкладке «О канала», «О канале» или там в соцсетях, напишите. Там могу купить, либо поменять на что-нибудь там, договоримся. Главное, чтобы это не было очень далеко, желательно. Найдется у кого-нибудь. Потому что я в нашем сообществе написал в новосибирском чате, что-то никто не откликнулся. Наверное, у всех уже современные ульи. Где наша крыша? Тогда я пойду отобедаю. Вот это наголовок крыши. Крышу я жестяную открутил, чтобы одному получилось поставить. Так, сейчас с помощью ассистента я ставлю крышу. Я потом выровняю. Просто клади. Сверху она просто эпична. Летчики будут пролетать, будут голову ломать, что это такое. Ну вот. Все равно крыша не идеальна, ровно стала. Но, по-моему, это не важно, да? Поскольку тут декорация кругом. Вот такая красота. Вот, напишите в комментариях, заселять пчел или просто любоваться. Все, царь-колода на своем царском месте. О, два метра слишком. Здесь точно два. Обхватить не могу. Руки не смыкаются. Ну все, друзья. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, пчел заселять или нет. Спасибо, что смотрите. Всем удачи. Будьте здоровы. Пока. Если нравится, ставьте лайки и поделитесь с друзьями. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова